Видео создано при поддержке группы Fallout and Wasteland. Ссылка в описании. Бодрого времени суток, дорогие зрители. С вами снова Wastelander, это Twinkle Toe, и у нас продолжается неделя Анклава. Сегодняшним гостем на обзор станет модификация под названием America Rising и Tale of the Enclave под Fallout 4. Соответственно, в сказку мы с вами и попадем. Ну что ж, давайте приступим. Квест начинается во время прохождения основного квеста игры Воссоединения, Reunions. После нахождения вашим персонажем Келлога, его последующего убийства и прилета доблестных, долбо... добрых парней из Братства Стали во главе с человеком-дирижаблен Максоном. Сразу по прилету дирижабля ваш персонаж получает на пип-бой сигнал о помощи из тайного, в кавычках, второго убежища 101. Внутри мы находим еще немного креогенных капсул, в которые теперь были засунуты не ваши соседи в виде долгоиграющих консервов, а целый, самый что ни на есть, мать его, генерал армии США. Правда, он тоже немного холодный, в наших силах и возможностях выпустить находящихся в заточении людей, что мы, разумеется, незамедлительно и сделаем. Как только наш новый кореш по имени Рассел Вард очухается, он тут же понесется к терминалу проверить свой почтовый ящик на гугле и поскорее удалять историю браузера. После окончания проверки он зашлет вас и еще какого-то Ниггера Питерсона, ой, Питерсона, включать антенну для связи с сетью правительства. И после этого квеста начнутся реально жоповзрывательные моменты, которые вы увидите дальше. К чему я, собственно, веду? К тому, что балансом нормальной модификации не пахнет от слова совсем. Играя на Сурвайвале и на сложности Вери Хард, вас будут убивать чаще, чем вы будете успевать сказать слово «мамочка». После того, как мы отразим несчетное количество атак рейдеров, нам наконец-то позволят вернуться в убежище, но лишь за тем, чтобы снова послать нас куда подальше. Нет, ну никуда подальше, а послать нас в ангар для вертиберда в поисках «чего бы вы думали?» Нееет, не картины котиков и теток с тремя сиськами. Нас пошлют в поисках вертиберда. Дальше пойдет довольно неплохой момент с поливанием свинцом из минигана гулей на нефтяной вышке. Да, Анклав почему-то тянет на нефть и вышки в море. Тут реально не помешала бы музыка Вагнера. Эй, диджей, поставь мне бит! Ну и дальше начинается настоящее очеловечивание Анклава. Несмотря на то, что они ищут вирус Фев, они хотят просто уничтожить всех мутантов, а людей оставить целыми. И действительно показывают нам, как вирус Фев действует теперь только на гулей и всяких мразот, а простого фермера из местного поселения взятого не трогает. Пересказывать весь мод я не буду, но скажу просто. Братство – сраные петухи. То, как их показал автор мода, действительно заставляет проникнуться симпатии к Анклаву. Ну и кроме всего прочего, идеологии их друг от друга-то не сильно отличаются, не правда ли? Ну и нас ждет абсолютно правильная концовка для Братства Стали. Самое время перейти к оценке этой модификации. Лор. Подходит для мира Фоллаута. Идея о том, что провисится заморозила своих солдат и ученых на будущее, лично у меня вопросов не вызывает. Логично использование данной технологии не только для консервирования гражданских. Вот вышка очередная у меня некоторые вопросы все-таки вызвала. Геймплей. Это полная жопа. Жутчайший дисбаланс. Каждый замшевый член Братства Стали в этом моде будет одет в полную силовую броню. Даже блядские рекруты. Без серьезной открывашки лучше мод даже не начинать. Ну а для тех, кто любит пострелять, вы найдете здесь свою отдушину. Левел дизайн. Дизайн уровней не слишком хороший. Очень все плохо с освещением. Новая локация выглядит бедновато в плане интерьера. И очень как-то безжизненно что ли. В общем, полюбительски. Просто полюбительски. Озвучка. Вот здесь все действительно на высоте. Это огромный определенный плюс. Все персонажи отлично озвучены. И даже наш персонаж бубнит им что-то в ответ. Класс. Вот это я люблю. И еще из сравнительных плюсов могу отметить кучу скриптов. Довольно трудных на вид. Которые, правда, имеют вероятность сломаться. Что не слишком приятно, но случается, как я понял, не так, чтобы и часто. Ну, в общем-то, с программированием наш автор знаком, видимо, не так уж и плохо. Общая идея этого мода мне напомнила NClave Resurgence, вышедший немножко раньше на нашем канале. Правда, NClave Возрождающийся, пусть является технически более слабым до сих пор, но одновременно с этим умудряются выглядеть более взрослым продуктом без романтизации NClave. А этот мод делал реальный фанбой данной фракции. В итоге превратив их из потомков правительства, приведшего мир к атомному апокалипсису, и срущив его на чужую жизнь в романтических рыцарей, мечтающих помогать страждущим. Это действительно глупо, согласитесь, хотя это опять же мое мнение. Оценку ниже, чем в Возрождающемся Анклаве я поэтическим соображениям не могу, но и больше семи полковников-отумов эта модификация лично от меня не заслуживает. Дорогие зрители, спасибо за просмотр данного видео. А теперь минутка занудства. Рекомендую вам поиграть этот мод самостоятельно, дабы сделать собственные выводы, не основанные на моем субъективном взгляде. А также подписывайтесь, пожалуйста, на нашу группу ВКонтакте, если этого еще не сделали. Ссылочка будет в описании. Также, если вам не трудно, помогите в распространении наших видео. Чем вас больше, тем лучше и интереснее будет наш контент. Еще раз вам всем спасибо. С вами был Wastelander. Это Twinkle.to. Всем удачи, счастья, радости, здоровья и пока. Субтитры сделал DimaTorzok